Мы хотели бы, чтобы органы наших пациентов получали адекватную перфузию из-за того же цели, получить адекватное АД без лодопрессоров, что, соответственно, связано с адекватной органной перфузией. И у нас имеются три окна, чтобы заглянуть в организм. Во-первых, кожа, то есть кожная перфузия. Второе окно – это почки, соответственно, каковы у нас выработки почков. И третье, естественно, в отсутствии анестезии или глубокой седации. Мы можем говорить о, соответственно, как ментальном состоянии пациента. То есть составит пациент в сознании, ориентированном или нет. Мы хотим, чтобы уровни лаката были в норме. Порядка 1 миликвалент на литр. Или 1 миликвалент на литр. И, естественно, мы хотим, чтобы не было избыточных хикарбин. Проблема с инфузионной терапией заключается в том с наличием высокого гидростратического давления в сердце и сосудах. Таким образом, нам нужно каким-то образом, скажу так, пытаться добиться некого равновесия между состоянием гиповолюбии с риском нарушения тканевой гиперфузии. И, соответственно, что может привести в итоге к полиорганной недостаточности и риском отека. Отек никогда не является чем-то полезным для органов. Неважно, о чем мы говорим. О легких, о печени, о кишечнике. Это никогда не бывает чем-то хорошим. Это всегда может привести к полиорганной недостаточности. То же самое мы наблюдаем при сепсисе, о чем говорилось в недавнем обзоре. В любой ситуации нам нужно, скажем так, балансировать между относительной гиповолюмией и избыточным введением жидкости. И что еще дополнительно осложняет ситуацию, мы не просто корригируем потери, мы не просто корригируем гиповолюмию. Поскольку у пациентов в остром состоянии называется визуалтация, наблюдается инфоспалительный ответ, связанный с ишемией и нарушением перфузии в случае кровотечения, в случае сепсиса или панкреатита или поливоспалительного состояния. И кроме этого, нам также нам нужно в некоторых сложных случаях, скажем так, нам нужно, мы стремимся добиться супернормального содержащего выброса. Другими словами, мы говорим не просто о корректировке гиповолюмия, как я здесь написал. Да, это несколько более сложная ситуация. Соответственно, кому требуется такая жидкостная нагрузка клинически, это пациенты, у которых имеются проблемы. То есть, по крайней мере, мы можем некоторым образом ослабить, скажем так, выраженность этих проблем с помощью гипотерапии. Но зачастую мы говорим к этому, то есть артериальная гипотензия, иногда текикардия, иногда аллегория. И важно, поскольку вы говорите о признаках, скажем так, реагирования сосудистого русла на вводимую жидкость, мы зачастую понимаем, что не всегда это является показателем, скажем так, реагирования от организма на вводимую жидкость. И нормально, если мы наблюдаем сниженное давление заполнения камер сердца, что снижает риск отека, и мы, соответственно, мы не должны давать жидкость вследствие того, что ЦВД снижена. Нет, нет, нет. Далее. В другой стороне. Наличие отека не исключает гиповолемию. И в случае острой недостаточности, например, если мы имеем дело с массивным инфарктом миокарда, в данный момент с кардиогенным шоком, и мы получаем вот такую вот картинку о рентгене. Откуда появляется эта жидкость в случае острого кардиогенного отека легких? Эта жидкость появляется и с собственностью крови. И, соответственно, какое же объемное состояние при остром кардиогенном шоке? Объем крови уменьшается. Но, тем не менее, мы имеем дело и с отеком. Соответственно, неадекватно будет, если попытаемся ограничить инфузионную терапию у нестабильного пациента, у которого имеется какая-то проблема, просто потому, что мы видим признаки отека. Именно таким образом Михаил Пинский и я, Михаил Пинский и я, мы можете прочитать эту статью в интернете, и здесь говорится, что мы не должны лимитировать инфузионную терапию просто, если мы видим отек. Но давайте будем очень осторожны к таким терминам, как жидкостная перегрузка. Что же мы имеем в виду, когда мы говорим о такой жидкостной перегрузке? Концепция буквально заключается в следующем. Что если имеется проблема с гиперперфузией ткани, мы хотели бы увеличить сердечный выброс. И когда это работает, как сделать так, чтобы это заработало, это, собственно, дать дополнительную жидкость. Но мы должны за это заплатить определенную цену. И нам не нравится наблюдение, не видеть увеличение давления заполнения камер сердца, поскольку это может привести к образованию отеков. Конечно, оптимально, когда мы даем жидкость, мы хотели бы измерять, собственно, сердечный выброс тем, чтобы убедиться, что пациент отвечает на терапию, чтобы убедиться, что увеличивается сердечный выброс. И, соответственно, мы не хотим видеть признаки того, что у пациента нет каких-либо положительных, скажем так, изменений. И есть целый ряд доступных методик для измерения сердечного выброса. Я не буду говорить обо всех этих методиках, обо всех этих техниках. Однако, если говорить о рисках, мы можем говорить о необходимости центрального катетера для измерения ЦВД, что позволяет нам определяться с рисками образования отеков. Опять же, нам не нравится, если ЦВД или давление заполнения левых камер сердца увеличивается. Однако, это может быть та самая цена, которую мы вынуждены платить за получаемый результат. Точно так же, если мы идем в ресторан, мы хотели бы, чтобы у нас была хорошая еда, хорошие напитки, хорошая атмосфера. Однако, мы должны заплатить за это определенную цену. Нам в итоге принесут счет после того, как мы это все, скажем так, поедим и насладимся процессом. Другими словами, мы не должны заказывать еще одно блюдо, если мы в итоге не сможем его съесть. Таким образом, мы должны титровать нашу инвизионную терапию. И это работает. И мы должны сказать, что подход в соответствии с существующими формулами, он не работает. То есть, скажем так, эти формулы работают только для, скажем так, базовой инвизионно-заместительной терапии. И, в частности, в переоперационном периоде, во время операции, например, то есть для замещения неких, скажем так, базовых показателей, или исходных показателей, однако для адаптивного подхода во время операции, далее в ходе операции это уже не работает. Видели вы эту работу, которая была недавно опубликована в New England Journal of Medicine? Были рандомизированы пациенты, когда были показаны большие абдоминальные операции на получение большего или меньшего объема инвизионной терапии по формуле. Имеет ли это смысл? Да, конечно, если мы ограничиваем жидкость, соответственно, выше частота почечной недостаточности, и неудивительно, что мы получаем больше инфекций. То есть, другими словами, мы индуцируем гипоперфузию. Что же это за такое исследование? Что мы знали до исследования? Мы знали, что назначаемая жидкость, объем инвизионной терапии должен идентифицироваться, используя соответствующее мониторинговое устройство, и лимитирование инвизионной терапии может привести к почечной недостаточности. Что мы узнали после исследования? Абсолютно то же самое. То есть, другими словами, это исследование ничего полезного нам не принесло. То есть, кажется, что мы просто, скажем так, пропустили очень важный момент. Нам нужно индивидуализировать терапию, и нам нужно принимать во внимание параметр времени, в какой фазе мы находимся. С, О, С или Д. Есть первая фаза, фаза спасения, скажем так. То есть, если у пациента идет острое кровотечение, если у пациента имеются очевидные признаки гиповолемии, у нас нет мониторинговых систем исходно, как только поступил пациент. Но затем, как можно скорее, мы, соответственно, выходим на фазу оптимизации. И на этой фазе мы уже должны будем мониторировать пациента. И затем, следующая фаза, это фаза стабилизации. Прежде чем у пациента пойдет эллиминация с кинобводимой жидкости, поскольку у всех пациентов в остром состоянии, у них будет развиваться отек в той или иной степени после травмы, операции, сепсиса и так далее. Итак, для исходной инфузионной терапии в ходе реанимации мы просто заливаем пациента. Хорошо. Но затем, на фазе оптимизации, вот как мы обсуждали в этой статье в британском журнале анестезиологии, мы можем использовать исходно эхокардиографические методики. Но быстро мы можем использовать СВД, можем использовать сердечные выбросы, ССВО-2, признаки реагирования организма на инфузионную терапию и, скажем так, и жидкостную нагрузку. Кто-то может сказать, нет СВД, но на самом деле эти люди говорят нет всему. Нет, 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 нет трансфузии, нельзя жидкости, нет физраствора, нет, 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 нет. Ну, действительно, СВД не говорит нам о том, требуется ли пациенту дополнительная жидкость или нет, но это относится также и к определенным цифрам АД, ЧСС, сердечного выброса, выработке мочи, СВО-2, лактата и так далее. СВД – это индекс безопасности. Естественно, на него влияют различные элементы, что включают функцию правого сердца, левого сердца, легких, интертракальное давление. И если хотите, вот смотрите, мы недавно опубликовали эту работу «10 ответов на 10 вопросов», в которых обсуждается проблематика СВД. Также эта статья находится в свободном доступе, можете прочитать ее в интернете бесплатно. Итак, но что же мы еще знаем? Мы знаем, что многие пациенты с низким СВД, они будут отвечать на вводимую жидкость, на вводимую инфузионную терапию, если есть проблема. Но, что очень важно, высокое СВД не исключает возможность того, что инфузионная терапия может помочь, будет полезной пациенту. Другими словами, мы не должны лимитировать вводительную терапию только по причине того, что СВД повышено. Однако, уже имеет, скажем так, смысл знать, что не так много рисков, если вводимую инфузионную терапию при низком СВД. Мы, соответственно, мы говорим о том, что у нас есть место для вводения жидкости, поскольку риск развития отеков относительно невелик. Пациенты находятся где-то вот в этой зоне. В соотношении Франко-Старлинга, в котором мы, скажем так, взвешиваем сердечный выброс и давление заполнения камер сердца. И любой пациент, который находится на одной из этих, скажем так, линий, мы видим, что в какой-то момент времени мы не знаем, ответит пациент на инфузионную терапию или нет. Мы нельзя забывать о том, что у пациентов с хроническим заболеванием легких может быть высокое СВД с самого начала. И, тем не менее, у них может быть относительная гиповолемия. У пациентов с РДС то же самое. Также нельзя забывать о том, что любая причина легочной гипертензии приведет к повышению СВД. И это не означает, что давление заполнения левых камер сердца будет высоким. Оно может быть... Это может быть исключительно проблемой правилового сердца. Именно поэтому вот в этой классической работе, опубликованной более 10 лет назад, мы написали о том, что имеется неправильная концепция о ограничении инфузионной терапии вследствие по причине, скажем так, повышенного СВД. Таким образом, если мы хотим попробовать, скажем так, провести инфузионную терапию, мы должны вначале провести жидкостную нагрузку, спустную пробу. То есть это... Но нет, нет, это немножко отличается именно от нагрузки жидкости, как мы написали в этой работе. Жидкостной болюс – это быстрое введение какой-то жидкости. Жидкостная проба – это тест. Это тест, в котором мы оцениваем эффект введения умеренного объема жидкости пациенту. Соответственно, сколько пациентов ответят на такую пробу? Это зависит от вашей популяции. Если вы делаете такую жидкостную пробу очень часто или в некоторых, скажем так, экстремальных ситуациях, то доля, кто ответит на терапию, она будет варьировать. Естественно, она может быть 50%, может быть меньше, может быть больше. У септических пациентов в рамках кампании выживания при сепсисе мы вначале рекомендовали, чтобы техника жидкостной нагрузки, жидкостной пробы применялась. А в ситуации, если мы продолжаем инфузионную терапию по мере улучшения гематерических факторов. И у детей совсем недавно были опубликованы эти консенсусные рекомендации, в которых говорилось, что исходно мы должны оценить состояние пациента. То есть, ЧСС, пульс, уровень сознания, функцию почек. И далее мы оцениваем давление заполнения с тем, чтобы оптимизировать преднагрузку и таким образом сердечный выпус. И в этой статье авторы замечательно сказали, что увеличение ЦВД, что если повышение ЦВД слишком высоко относительно увеличению среднего материального давления, то в такой ситуации нужно остановиться с инфузионной терапией, поскольку положительный результат, но ситуация будет весьма ограниченным. Таким образом, для проведения жидкостной пробы в нем имеется 4 элемента, которых мы должны определить. Во-первых, это тип жидкости, естественно, скорость инфузии, что-то вроде где-то 200 мл за 10 минут. Вот клинические задачи, чтобы этим объективно показать, которые мы оцениваем, то есть это АД или ЧСС и, скажем так, безопасный уровень. Кто-то может сказать, что это слишком много жидкости. Не-не-не-не-не-не-не. 100-200 мл за 5-10 минут. 100-200 мл за 5-10 минут. Возможно, мы даже можем сделать такую мини-пробу, дав пациенту 100 мл жидкости за буквально 1 минуту. Это был такой подход, предлагался различными исследователями. Может быть, это слишком высокая скорость в виде жидкости, поскольку можем получить положительный ответ практически у всех пациентов в такой ситуации. Однако, как доктор Баяс недавно показал, мини-жидкостная проба может спрогнозировать нам ответ на инфузиотерапию в операционной. То есть, действительно, когда мы находимся в операционной, у нас просто может не быть времени на проведение 10-минутного теста, 10-минутной пробы. Таким образом, в операционной мы можем дать короткий болюс жидкости. Однако, в переоперационном периоде, естественно, лучше давать жидкость в течение более длительного периода времени, поскольку слишком короткий период введения жидкости может привести к положительному ответу практически у любого пациента. И таким образом, вы будете продолжать, продолжать и продолжать инфузию. А если вы будете давать инфузию слишком медленным, то эффект будет слишком небольшим, слишком медленно развиваться, чтобы его можно было резюмизировать. Если, например, 100 мл введете за час, или могут быть другие факторы, являющиеся на сердечный выброс. Соответственно, сердечный выброс может колебаться, и вы, соответственно, сможете понять, с чем же это связано, с инфузионной терапией или с какими-то другими факторами. Именно таким образом, согласно имеющемуся опыту, мы знаем, что объем от 100 до 200 мл, который мы вводим в течение примерно 10 минут, возможно, является наиболее оптимальным подходом. Однако, в течение этого времени, в переоперационном периоде, мы ничего не делаем с пациентом. Я могу привести вот здесь такой пример. Давайте перейдем ко второму клиническому случаю. Итак, вот если мы вместе стоим у постели пациента, у которого мы видим ЧСС 120 ударов в минуту, кто-то может сказать, а, возможно, это гипополемия, независимо от цифр ЦВД. Они вам не особо что-то говорят вам об состоянии, об объемах. Но кто-то скажет, нет, это просто лихорадка. А кто-то скажет, нет, здесь может быть просто боли какие-то пациенты. А кто-то может сказать, что это, возможно, аномия. Соответственно, что же нам делать? Нужно ли нам несколько увеличить объем инфузианной терапии на ближайшие сутки? Да, согласны? Нет, потому что если есть гипополемия, это слишком медленная скорость для ее, так сказать, корректировки. Что же мы можем сделать? Можем предложить стокостную пробу. Давайте возьмем физраствор, 500 миллилитров за 10 минут введем. Но мы можем через течение 10 минут остановиться, если мы увидим, что мы получаем какой-то ответ. В этом случае мы можем увидеть снижение ЧСС. И мы, соответственно, получим ответ на наш вопрос за 10-20 минут. Либо, если ЧСС не падает, но при этом повышается ЦВД, то корректировка может сказать, ага, у нас гипополемический компонент отсутствовал. Мы проверили, и его нет. Таким образом, это методика быстрой оценки данного фактора у постели пациента. Можем посмотреть на скорость изведения ЧСС, как в этом примере. В некоторых ситуациях, в ситуации чистой гипополемии, можем увидеть повышение АД. И хотя у пациентов, у которых имеется сосудистая дилатация, в частности, у пациентов после политравмы, после больших операций, у септических пациентов, иногда сердечный выброс может нарастать. Однако, но при этом давление растет, но не настолько выражено. Это ситуация, в которой, возможно, будет лучше все-таки мониторировать сердечный выброс. Во время операции я не настолько уверен, что нам это нужно. Во время операции, извините. Но в переоперационном периоде это действительно может нам потребоваться. Обязательно нужно мониторировать ответ пациента, правила МИА. То есть, измеряем, интерпретируем и, скажем так, применяем. То есть, если мы что-то измеряем, если мы не будем интерпретировать результаты, если мы не будем применять, скажем так, выводы по полученным данным, то это, естественно, не сработает. Именно поэтому мне нравятся пробы. Жидкостная проба, небольшая допинаминовая проба у пациентов с вазоконстрикцией. Буквально несколько микрограмм на килограмм в минуту до витамина. Давайте посмотрим! Давайте посмотрим! Или проба с вазопрессорами у пациентов с некоторым призывом гипотензии. Давайте попробуем немножечко увеличить дозировку норадреналина. Итак, что еще важно? Жидкостная проба. Мы должны понять, что мы должны остановить инфузию, если пациент не отвечает. Мы должны остановиться, если пациент не отвечает. Вы можете в некоторых ситуациях использовать признаки ответа на инфузию прежде, чем мы начнем жидкостную пробу. Когда это применимо? В основном это относится к пациентам на ИВЛ. То есть, когда имеются транзиторные изменения интертеракального давления, которые могут быть транслированы в изменения АД, что указывает на то, что у пациента находится на восходящей кривой соотношении Франко-Старлинга. Когда я вижу изменения АД, на самом деле мы должны смотреть на вариабельность пульсового давления, и мы об этом будем говорить чуть позже. Либо мы можем использовать вариабельность ударного объема, используя определенные техники мониторинга. Однако это относится к операционной, когда пациент находится на ИВЛ, и отсутствует самостоятельное дыхательное движение, и, естественно, при условии, что у пациента нет значимой аритмии. И, естественно, сигнал на данный момент ограничен, поскольку мы используем меньшие объемы. Это не идеально, конечно, но в операционной это может сработать. За пределами операционной пациент уже не находится в состоянии седации, ну, кроме, конечно, в случае тяжелейшего АДС, но сегодня мы, конечно, используем ситуацию очень тессивную, лечим болевой синдром таким образом. Значимым фактором является то, что мы не должны просто смотреть на АД работы, мы не должны смотреть только на показания АД поселива Аджария, мы должны оценивать на такие данные, как ударный объем, и это будет весьма-весьма транзиторным феноменом. Итак, в конце мы должны сказать, что техника, кажется, костной пробы, это техника пробы с бутылочкой для младенца. Когда ребенок плачет, вы даете ему бутылочку и пробуете дать, предложить ребенку. Если ребенок прекращает плакать, то это означает, что был объемный дефицит. Но ничего идеального в этом мире нет. И слишком часто межскостная пробы проводится неправильно. Именно поэтому я за столько времени, чтобы об этом поговорить. Итак, колебания ударного объема или давления в операционной – это нормально. Экокардиограмма, возможно, и роль несколько переоценивается. И тест с пассивным подъемом конечностей не настолько прост, как представляется. Таким образом, в какой-то момент времени нам нужно идентифицировать фазу стабилизации и прекратить инфузию. И вот этот момент очень часто пропускают. И затем, в итоге, мы получаем такого пациента, он просто раздувается в отеке. Причем, избыточная отечность может быть связана с ухудшением исходов. Это действительно, то есть, в ситуации сепсиса и к другим заболеваниям. Прочитайте эту работу. Это работа по данным исследования ICON. В ней есть и российский центр. Возможно, вы даже участвовали в этом исследовании. 10 тысяч пациентов. И очевидно, что если жидкостой баланс остается положительным за период в 48-72 часа, то тогда смертность повышается. При этом были приняты во внимание все остальные элементы. Итак, нам далее нужно перейти к фазе деэскалации, когда у пациента, соответственно, уходит жидкость, уходят отеки. И, может быть, в такой ситуации нам нужно добавить диуретики. Вот именно в этой фазе, не раньше. Это будет вредно, если мы дадим диуретики вне этой фазы. И я подхожу, собственно, к выводам, или, если хотите, резюме по своему сообщению, которое заключается в том, что вначале мы должны идентифицировать клиническую проблему. Однако, ни одна клиническая проблема с возможным однозначно сказать, что этому пациенту требуется жидкость. Кроме очевидных потерь жидкости, но ни один из этих клинических элементов не скажет нам однозначно, что пациенту требуется жидкость. И, в конце концов, роль играет проба. В некоторых ситуациях, особенно во время операции, мы можем посмотреть на признаки реагирования на инфузионную терапию у пациента в анестезии. Соответственно, если давление заполнения слишком низкое, то нет проблем, у нас нет риска отеков. Но очень часто давление заполнения камер сердца не настолько низкое, как хотелось бы. И, опять же, если мы имеемся в идеальном состоянии, когда мы можем оценивать реагирование на инфузионную инфузию, то все хорошо. Если мы видим, что это замечательно. Иначе мы должны провести жидкостную пробу, которая, скажем так, внешне. Мы можем попробовать внутреннюю жидкостную пробу с помощью теста пассивного подъема конечностей, но это не так просто. Требуется ли нам измерять сердечный выброс? Ну, не всегда. Иногда лучше. Иногда это работает. А иногда мы можем и обойтись без этого. Если имеется четкий ответ со стороны АД или ЧСС, или позднее мы видим ответ со стороны почек. Однако концепция остается неизменной, что назначение жидкости в случае инфузионной терапии мы надеемся на нарастание и сречного выброса. Это приведет к улучшению тканевой перфузии. И мы не любим в такую ситуацию увидеть увеличение давления заполнения коммерсерта. Увеличение венозного давления в системе. Также нам нужно учитывать ситуацию, когда нужно остановиться. Даже в ситуации, с чем ситуация, либо когда проблема разрешена, или когда имеется нарастание соотношения риск-польза. И в этой ситуации мы должны мониторировать ответ пациента. Итак, правило номер один. Наличие отека не исключает недостаточный объем крови. Второе. Мы даем дополнительную жидкость только если имеется четкая причина для этого. Правило третье. Если у пациента возможно иметься гиповолемия, мы не должны увеличивать объем поддерживающего, скажем так, введения жидкости, а мы должны давать жидкостные болюсы, и мы должны быстро коррегировать гиповолемию. Мы должны обязательно мониторировать ответ пациента. И если введение жидкостей не приводит к каким-то положительным результатам для пациента, мы должны немедленно остановиться. Соответственно, определяем проблему, оценим соотношение риск-польза и мониторируем ответ пациента. Спасибо большое.